Папочка все. Молодец по данным отношениям. Оказалось, представьте, причина смерти, как оказалось, выяснилось, у всех этих сохранившихся мощей была одна и та же. Но перед тем описания страшные такие, что окаменение наступило у этих людей конечности еще при жизни. То есть они были еще живы, но у них уже, допустим, ноги уже были окаменены, без движения. И потому что жизнеописание, допустим, от одного из них, он 20 лет, больше 20 лет был неподвижен, лежал в подземелье. Значит, ну и один хлеб такой, и пресная вода, и все. Значит, и у него конечности окаменевали при жизни. Это ужасная смерть просто и самоубийство. Но самое страшное было, что, ну еще более страшнее, конечно, что сегодня до сих пор почитание этих останков. Но самое страшное, что было, что причина смерти была одна и та же. Разрыв сердца. Сердца были исследованы, оказалось, сердца здоровые, без патологий, не имели болезней. То есть у них не было там, перед тем, какого-то там заболевания. Но причина смерти, разрыв. То есть в момент смерти они переживали все, переживали испуг, страшный страх. Но самое интересное, замечание было насчет врача, насчет психиатра, тогдашнего 20-х годов, киевского, что испугать человека, который там 20 и больше лет прожил в темноте, в полмраке или в полной смерти под землей, обычным образом невозможно. То есть вот так вот, просто, безвуглотом. У него другая психика, он же перестроился совсем на другое уже, совсем, абсолютно. То есть это страх, ну, там дальше не было, но я уже дальше продолжу мысли, думаю, надо же. Так это, получается, страх сверхъестественный. Это страх, не земной страх. Представьте, перед смертью, да, когда дьявол раскрывает все карты, мы уже, и добро пожаловать в ад. Представьте, всю жизнь он подвязался, думая, что для прощения грехов своих, грехов своих родителей, предков своих, и умершие там, вымаливая их, и страдая всю жизнь, плоти, отдав себя, не просто там насажение, да, как говорит Павел, если даже тело там насажение о любви не имеет, ничто. Вот, я не убежден, не до конца думаю, что это именно иметь любовь вот такая, просто любовь, а я понимаю, что это любовь именно сам Христос, потому что не просто, как люди порой толкуют, как именно любовь, вот моя личная любовь, вот к кому-то, к чему-то и прочее. Это тоже, безусловно, но это лишь очень маленькая часть. Большей частью здесь имеется в виду любовь именно как Христос, как Бог сам, потому что Он есть любовь. Вот, и даже если тело там насажение, а здесь они не насажение, это все-таки, ну, более-менее быстрый смерть, да, а здесь медленная, десятилетиями смерть, самоумерщение плоти, так называемое, даже в доктринах есть это монашеские, в аскетике, самоумерщение плоти, то есть самоубийство, возведенное в рамк именно добродетели. Вот, представьте, и пропахав на царство Божье, казалось бы, да, зарабатывая, и в конце вот это вот фиета ля комедия, что называется, и разрыв сердца, да, и вот для меня это был такой просто, ну, пример, конечно, сокошибающий, и я понял кое-что тоже. И вот в православном мире вот эти проблемы очень серьезные, вообще в традиционном христианстве очень серьезные проблемы, и протестантские церкви, которые имеют уже такую, ну, давнюю традицию определенную, допустим, там, лютеранская, там, кальвинистская, у них тоже есть похожие тоже проблемы, но, как правило, в более молодые церкви, да, у них другие, другого рода проблемы, другая крайность, вот, как бы, вот ты приди, ты зарегистрируйся, о, прими номерок, ты теперь бегун, ты чемпион, все, можешь расслабиться. А стоп, ну, а стоп, а никто не говорил, что, значит, ты получил номерок, зарегистрировавшись, ты уже все, как бы, странно, как бы, и вдруг, на старт, внимание, куда, куда, я уже все, я чемпион, где медаль моя? Друг, а тебе не говорили? Нет, меня даже не предупреждали, я, мне дали, вы выдали форму, номерок, я зарегистрировал, я книг эту записан уже, и оно мне надо бежать, знаете ли, вот, и получается, другая крайность такая, вот, то есть, получается, что, значит, что, о регистрации, как бы, ну, это правильный путь, регистрация-то, да, беззаконникам, иначе ты будешь незаконным, беззаконником будешь просто-просто, грешником, но, но, надо бежать, товарищи, впереди, работа много еще, не будет, да, вот, 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 но не сам, а во Христе уже, закону входя, в царство, да, во Христе, и это совсем другой бег, потому что, потому что эту трассу, единственное, кто добростью пробежал, это Иисус Христос, все остальные сошли с дистанции, пытались, даже Моисей, даже Моисей, он смотрел на эту землю, уже финишная прямая, уже все, вот там уже тушь играет уже, оркестр, все, уже ленточка, но он сошел с дистанции, вот, и это образ такой, что, на самом деле, не ради того, чтобы Моисея позорить, а чтобы показать, что человеком невозможно, но возможно Богу, а Иисус, он пробежал, и поэтому, если мы в нем, мы чемпионы, отец мой, знаете, вот еще по молодости, по юности бегуном, и он рассказывал, как, значит, там попал, там, сразу получил КМС, значит, потом мастер спорта, все, и, значит, довольный, молодой, здоровый, крепкий, значит, и на соревнования, Советский Союз, значит, там, значит, там, уже союзное соревнование попал, вот, значит, кинокамеры, тогда это было вообще, это, вот, значит, и бегут, а тренер, а с тренером у них был уже отработанный маршрут уже, марафонский бег, значит, и должен был бежать именно вот в таком графике, а вот, тут еще график, я, короче, вырвался, первый трейд дистанции бежал первым, второй трейд сбежал, ну, так, в десятки, так, вот, уже, ну, не первым, не вторым, ну, может, как-то, а потом сошел с дистанции, не выдержал, вот, и тренер потом ругал, говорит, мы же тренировали, ты доходил, ты очень хорошо шел, вот, и наш тренер – Иисус Христос, если мы будем в нем, то мы не только добежим, и медаль наша, и все наше, победа наша, враг будет разгромлен, вот, и поэтому, вот, о спасении надо мыслить в целом, не частями, несмотря на него или с этой стороны, или с той стороны, да, это принять этот номерок, имя записано, все, дальше бег, а последний этап этого уже все, войти туда, в небеса, вот, это вот само спасение, это вот, как бы, ограничательный этап нашего спасения, слава Богу, еще прочтем и слово. Да, да, тут про закон и благодать, ну, я, мое личное мнение, что даже в одному, в одному человеку мы можем быть в одно время и закон, а в другое – и благодать. Да, да, да. Как мы, как мы, как мы, так, это духовный рост, это мы, это мы, как мы, так, так Авраам мол, так, это два завет, и один из заветов Синайской, что народжу Евгарство, это Агар, потому что Агар означает Гури Синай в Аравии, и вовторяется, чем мы, Ерославим, потому что он со своими детьми перебувает в Аравии, а вишний Ерославим, он вольный, он вольный, этот, перебувает в Аравии, закон завживый вводит в Аравии, а нынешний Ерославим вольный, он, мать, и все нам, те, кто в закону, это мать, мать, это, ну, рабиня, это, а наша, наша мать Сара, ну, если так, образно, потому что написано, звонися на плене, яка не родилась, они не голосуются, яка не мучилась родами, потому что не ноги, значит, больше детей, чем те, что мают человека, они, братцы, дети, комбитницы за Исааку, правилуя, но их тогда, который родился за посту, переследовал народженого за Духом, так и ныне, что же говорит Писание, о, слава Богу, я сказал, что мы можем быть в наших мозгах, и под законом, и под благодатом, а именно так самое, а что говорит Бог, насчет всего, насчет, выжени рабиням разом и с сыном ее, из головы, потому что не может сын рабиней быть с подпоемцем разом и с сыном ее, выжени закон и свобей ее головы. Отже, братцы, мы, дети, не рабиней, а вольной. Отже, стійте у свободы, яку даровал вам Христос, и не подпадайте знову пьему раз.